В 8 часов уже стрим идет Очень не хочется Прям так не хочется, честно Сокола этого уже проклятого смотреть Но пообещал, что до полдвенадцатого Досижу Тем более был донат щедрый весьма А что-то как-то А нахуй нужен этот цвет Если он сейчас вообще ни на что не влияет Пока из окна У меня тут три софтбокса, можно сказать Спасибо Пашрам Штен большое На самом деле Подписчикам Антона и Антону Мое глубокое уважение Я такого уютного чата и атмосферы Не видел нигде И даже когда я был оппонентом И подписчиком Сопрыкина Меня приняли дружелюбно Блин, здорово, что так получилось Создать такую атмосферу Спасибо тоже, я хочу сказать подписчикам Что вы такие Спасибо Паше за донат Давайте прервемся на донат от Карлика Джиллен Холла Погнали Всем привет, друзья, меня зовут Сок Здорово А можно еще поближе, пожалуйста Лицо в камеру, можно? Вот так И сегодня у нас не очень приятный ролик Дело в том, что мир хэви метал Сотрясают неприятные события Ну, во-первых, это О чем мы сегодня будем говорить Это об уходе из Найтвиш Марка Хейтала Басиста Вот этот парень с двумя косичками на бороде Скрученными вот так вот И смерть Алексея Лайха Гитариста и вокалисты группы Чилдер Новый Боден Он умер в конце декабря 2020 года Вот так вот Новый Год встретили у нас в хэви металле люди И это очень прискорно Потому что Алексея Лайха информации вообще нет по нем никакой В конце декабря он умер, что-то болел, лечился, не долечился Не знаю, коронавирус, не коронавирус Это что происходит, непонятно Но, в общем, Алексея Лайха гитарист известный на весь мир То есть, ну, это не кто-то, знаете, когда бывает Заходишь кому-нибудь там, какому-нибудь случайно Хайрастому парню там на страницу, да У него там ушел из жизни там какой-то человек Ты даже не знаешь, что это Ну, какая-то группа там А тут человек, которого Ну, прям, среди гитаристов это одна из самых обсуждаемых фигур Потому что, во-первых, он сам еще и поет Он и играет И музыка у него достаточно такая крутая, динамичная в этой группе У него прям такая чуть-чуть Даже те, кому не нравится вокал его, как мне, например, да Я могу признать, что в его группе это клевое музло было Потому что там Шпилел, будь здоров Конечно же, это очень всем гитаристам обсуждаемая Это человек известный на весь мир Раз и нет человечка Вот как это может быть? Объясните мне Непонятно Мы потом, конечно, что-то узнаем, наверное, по этому поводу Но человек чем-то болел Почему? Почему происходят такие вещи? Почему Моргенштерн живет и здравствует И выпускает свои треки? Непонятно, да? А такие вот люди Раз и привет Что произошло плюсом еще Прикольно, конечно Кота за яйца притянул К этому из Найтвиша я вообще понять не могу То есть это настолько Ну, какой-то крик души там у человека был Прям я прочитал статью Я сейчас вам Я быстренько зачитаю, чтобы потом это дело все обсуждать Вот Написано На разных новостных порталах Басист, вокалист финской симфоник метал-группы Найтвиш Марко Хиетал Рассказал о том, что покидает коллектив В этом он объявил В порчальном заявлении в Твиттер В Твиттер Кто сидит в Твиттере непонятно Никогда не понимал эту платформу Если раньше против Инстаграма я брыкался Типа, есть же Контакт, нафиг Инстаграм Все равно я его сделал Ну, я по такой же логике вообще не понимал Нафиг нужно что-то, кроме ВКонтакта Ну Короче Нужно Ладно, там как-то оформлена лента Идет новостей нормально Но, блин, Твиттер Не знаю Может, потому что главы государства там сидят И он еще как-то на плаву держит Ну, не знаю В общем, ладно Написал, написал В обращении фанатом исполнитель поведал А, несправедливости музыкальной индустрии Я такой, о То есть это уже наконец-то Наконец-то мы видим не банальное Ушел из группы, потому что там разосрался С участниками коллектива Что такое А, здесь уже прям какая-то вот Идеологическая подоплека есть у нас И читаем дальше По его словам Стриминговая компания, курирующая группу Требует от артиста вдохновения По 9 часов 5 дней в неделю Понимаете? То есть заключен у группы нафиг договор Если ты являешься участником группы нафиг Ты должен херачить 9 часов Можно, конечно, утрировал Ну, если даже и не утрировал То это немножко уже не похоже на творцов Да, это уже похоже на какой-то конвейер Типа, на раба На раба, кабала Работай И мне компания, которая у тебя с договором Ей пофиг там Что у тебя будет, вот, пожалуйста, контракт Бумажечка Работай Нас ничего не волнует Выжимайся песням, нам пофиг Давай-давай, делай альбом И выступай, зарабатывай нам денежки В таком состоянии, как может, человек что-то делать Если над ним такой вот меч висит постоянно И угрожает его творческим душевным этим терзанием Я же это не имел в виду Я же нормально имел в виду Типа, зачем они это все пишут То есть у меня вот такое красное лицо А сейчас, вот, там Заходишь, почитаешь ленту Ну, понятно, там 3% хейта, там 50% похвалы И остальное, там, что-то такое Там, какие-то измышления Ну, я к этому привык уже То есть это Это, я очень рад, что занялся видеоблогингом Я прокачал эту тему Я не знаю, как бы Я себя чувствовал Не имею этого скидла Человек, понимаете Человек с тонкой душевной организацией Ой, спасибо Что ж творится-то, Паша Шамштайн Спасибо огромное КТПС двоеточие Давай еще досматривать Да, Дашки Бибиска, кстати Это еще раз тоже спасибо Потому что Можно сказать На ее домах Можно творить что-то Творить красиво Создавать красоту Какие-то вещи Вот такие, которые будут трогать людей За живое Где будут искры из глаз лететь фанатов Вот это вот Типа, вот этот рэк Вот это мощь Нельзя такое делать из-под палки Понимаете При этом Басис отметил, что доходы Распределяются нечестно Даже среди самих музыкантов Мы будто банановая республика Для индустрии Концертные промоутеры Выжимают проценты Даже с продажи нашего мерча Посетовал рокер То есть Помимо того, что Человека заставляют Просто батрачить А не создавать что-то Когда у него Для этого будет вдохновение какое-то То есть сиди просто и делай Хочется, не хочется тебе Страдаешь, ты не страдаешь Переживаешь, умер у тебя там Отец, собака, кот Не важно Ты сиди, делай песни Понимаете Вот так компания относится к музыканту Помимо этого Еще и деньги распределяются нечестно А этот человек Он для группы Найтвиш Он там еще и поет И поет круто Он еще выглядит эффектно Самый эффектный, наверное, в Найтвиш Самая запоминающаяся фигура В Найтвиш По-моему, даже запоминающийся И важнее, чем вокалистки все На мой взгляд Потому что смотришь О, вот это лицо Найтвиш Не вокалистка А именно басист То есть Светлый волос, светлая борода Вот этот весь имидж Просто пение крутое Все это с годами сформировало Ну, чисто для меня Вот, например Это лицо группы Хейтал также признался, что Страдает хронической депрессией Он поведал о том, что Пришли карантинный год И много любви поделился Музыкант попросил СМИ и других артистов Не обращаться к нему Хотя бы до следующего года Вот так его все достало Однако он отметил, что Выступит еще на некоторых концертах С Найтвиш Запланированных на 21 год Ну, то есть Есть обязательства Их надо сделать Но сам вот этот уход Вот эта позиция жесткая Мне кажется, сейчас Немножко поджилочки-то затрясутся У людей, с которыми у него договор заключен Они скажут Во-во-во-во-во Все-все, давай Мы подпишем новый контракт Делай, что хочешь Работай, как хочешь Давайте мы все переоформим Только не уходи за Найтвиш, пожалуйста Ну, потому что Ну, камон Этот человек является Найтвишем Сам этот человек является Найтвишем Как он может уйти? Что будет делать? Это вокалистки так или иначе Ну, Найтвишем все-таки является клавишник Насколько я понимаю С вами привыкли, что Третьего колеса Ну, третьего колеса Самый лучший, на мой взгляд Из всех трех Ну, если этот уйдет Подлаты и скандинавтов Вы приказываете, что ли? Куда? Нет, мне кажется, сейчас Он в эти концерты Когда должен будет Выступить с ними Он не уйдет из Найтвиш никуда Потому что к нему дяди с большими кошельками придут И скажут Ладно, ладно, ладно Задолбал, все, хорошо Все, давай, переоформим И он подумает Ну, а чем я тогда буду ходить Если перераспределять ресурсы и время Почему? Если все Он наверняка любит Найтвиш очень сильно Для тех, кто не вкусит Группа Найтвиша была основана в 96-м году В финском городе Ките Не знаю, как правильно Дэни ставить Марко Хитало играл в группе с 2002-го года Не самого начала Но, тем не менее Вот так вот он ассоциируется сейчас У поклонников группы Вот это странно, друзья мои Понимаете, такой мощный, харизматичный музыкант При всем при этом страдает хроническая депрессия Что такое хроническая депрессия? Это когда тебе белый свет не мил Другими словами, если выразиться Как можно жить и творить, когда у тебя депрессия хроническая Представьте Представьте самый плохой свой день И когда вы не видите смысла в жизни У вас мир не играет всеми цветами радуги То есть все мрачно, кисло И как можно в таком состоянии что-то типа Да, это когда я посмотрел Сергея Сокола Написать такое, что там народ будет под это рубиться Ну, понимаете, человек, естественно, человек профессионал Он понимает, как работают песни Как работают рифы Как это все нужно скомпоновать Чтобы это получился какой-то приближенный что-то к хиту На этой вот кривой каяге он, наверное, ехал Когда ломал себя и забивал на свои чувства И пытался какие-то песни выпускать Но в какой-то момент все Человек не смог это сделать И как человеку нужно было достать Чтобы он вот так вот ушел из группы В которой профигачил 2018 На девятнадцатом году ушел, короче, из группы В общем, мир металла сотрясается Двадцатый год, помимо того, что унес много творческих людей И метальчик нас зацепил, да Двадцать первый год, казалось бы, типа Все вот эти пожелания в новом году Будет лучше И что-то пока вот как-то начался Год не очень хорошо С ухода на этой же С коронавирусом тоже ничего не понятно Исчез он, не исчез Что будет, непонятно Вот у нас сейчас Моя группа Викон-концерты Должны, вроде в течение недели Должны, там, менеджер мне сегодня сказал Что с датами должны точно решиться И мы уже будем знать И нашим поклонникам скажем Что, куда мы едем Как вообще Когда, во сколько, где нас ждать Вот Но опять же Может случиться что-нибудь Что опять Бам Вот так вот И привет И никаких концертов И снова все отменится Я не знаю Потому что Сегодня общался с москвичем С музыкантом Он говорит Все, пока выступается Все нормально То есть Как можно человеку Вот помимо того Что еще вот Какие-то свои тараканы Огромные вот такие ползают И хроническую депрессию доставляют Еще вот эта фигня Когда у тебя срываются планы Концерты Все, срывается к чертовой матери И ты не знаешь, как дальше жить В наш мир Мы пришли к какой-то Какой-то точке, друзья мои Которая просто Кажется Нереальной какой-то Вот ты смотришь Ты как будто у пропасти какой-то стоишь Раньше в каких-то фильмах Только могло такое происходить А представьте Весь мир, глядите, маски эти Запреты, пустые улицы Одно время мы жили, да У меня милиция Что-то какая-то душнота На самом деле, пиздец Все равно Я доставал на улице Я пошел к зубному А меня тут же милиционер опочки Иди сюда А что мы по улицам ходим Что мы по улицам ходим Можете себе представить В такое время мы были Жили в двадцатом году Я в шоке от того, что происходит И от того, что Это пока как-то никуда не развеялось Есть какая-то вакцина непонятная Которую там вроде Избрели у нас в России Но которые Путин сам себе не вкалывает Отлично Но советует всем вкалывать Идеалити просто Это вообще не прибавляет Никаких стабильности Какой-то в обозримых планах на будущее Вот Поэтому, друзья мои Скоро мы должны определиться уже Где мы будем и как сводиться Самое главное сейчас Большой геморрой у меня с художником Который будет обложку для метал-оперы Моей группой контрисовать Чтобы мы открыли планету Краудфандинг для сбора На выпуск первой песни Вот Вроде с двух звукорежиссеров нашли Который нам звук понравился Художников много Но куда не ткнешь Все заняты Все заняты Понимаете, друзья мои И это какая-то зараза Просто как будто Раньше художников оказалась Какая, знаете, работа Когда ты постоянно безработный Постоянно на корке хлеба сидишь Там на какой-то И что-то пытаешься Концы с концами Нет, сейчас не так Сейчас художники, блин Все, которые рисуют круто Они все где-то, блин, устроены Постоянно Нет, нет, я заказов не беру Вот сегодня с художника Мне менеджером и скинуло Я раз пишу ему сразу Ну, типа, нравились картинки Он такой У него там еще написано В заглаве Еще работу Видимо, старая Заголовок его Потому что я ему написал Он говорит Ой, у меня на ближайшее будущее Занятость плотная Я не беру никаких заказов И к кому не обратишься К художнику обратился Который нам два предыдущих альбома рисовал Занят и нет времени вообще абсолютно То есть, ну, вот В общем, непонятно К чему я это все веду Потому что Цените творческих людей Поддерживайте их Всем возможно, как только можно Потому что Мы, ранимые творческие люди Ну и ладно Я как бы покрепче За счет видеоблогинга Ну вообще Вообще За всех творческих людей Сегодня он вас радует Сегодня он вас радует Вы думаете, что это будет продолжаться вечно Потому что он молодой А потом Адобреем Алексей Лайха и приветик И фанаты все по его миру такие Да типа Да ладно, это фейк Вот так вот может произойти Раз И не станет человечка От которого вы тащились И все Больше не будет этого Человечка Он не будет для вас песни делать Вы не будете свой любимый контент Аудио потреблять Или видео Поэтому Цените творческих людей Особенно тех, которых вы слушаете Смотрите И не скупитесь для них Ни лайка, ни доброго слова Не всего остального Что у вас позволяет Ваши внутренние какие-то взгляды На все эти вещи В интернете, которые происходят В общем Цените творческих людей Вот к чему это видео В общем Мир металлов сотрясается И неизвестно, что будет дальше 2021 год начался очень плохо Очень плохо Найтвиш крутая группа Я люблю Найтвиш Понятно Тоже фанат по всему миру этой группы Печальная новость Что сейчас будет с Найтвиш Непонятно Но я надеюсь, что все-таки Эти дяди с кошельками Осмысляют все И вернут нашу прекрасную Эту прекрасную группу Самый высококолый синемаг Когда пребудет самая сила Пожалуйста Что-то он в последнее время Очень скучный стал Если вам не трудно Напишите комментарий Даже если вы сегодня И 10 лет на ютубе Уже не написали ни одного комментария Вы просто возьмите И напишите комментарий Из четырех слов От четырех слов и больше Поставьте лайк свой Прекрасный лайк Поддержите творческого человека Не нужно просто молча смотреть И выходить Потому что заходишь Вот на ютуб Я сейчас вот свой заглядываю На ютуб Вот у меня статистика, друзья мои Например Я вам сейчас покажу Вот смотришь ролик у меня, например Например, 96 тысяч просмотров В 11.30, наверное, все-таки убегу, ребят, от вас Надо мне помыться Люди заходят просто и смотрят Печально Напишите вот что-то Человек работал, старался Ему приятно будет что-то Хотеть об вас узнать Вы же посмотрели это творчество Или если вы не знаете, что писать Просто напишите Спасибо за контент И можно имя автора Подставить туда, чтобы Было больше слов Потому что ютуб любит комментарии От четырех и выше Почему-то Ну, такие алгоритмы какие-то Все, с вами был Сокол Истинный маг Да пребудет с вами Сила Пока Продолжение следует...